Встречи с ветеранами Великой Отечественной важны для каждого ребенка. Это драгоценное время общения героев с потомками. Владимир Власович Веретенов войну встретил подросткам. Все четыре года трудился в тылу, делал снаряды для артиллерии. Я всю войну проработал за токарным станком. Мне было 13 лет, когда я поступил в ремесленное училище. Вот такие малыши бегают. А я через полгода закончил это училище ремесленное. Получил в награду, ну не в награду, конечно, а просто меня закрепили за станком. Дип-200 назывался. И я всю войну проработал. Ветеран, как и прежде, в строю. Встречи с детьми и призывниками проходят часто. И он с большим удовольствием рассказывает ребятам о том времени. И вот я закончил войну, как сейчас помню, где-то часов... Может быть, я сибиряк в Сибири, город Новокузнецк. Значит, как сейчас помню, сообщили всем, остановись в станке и подойти к рупорам. А у нас там разные. У кого большой рупор, у кого там маленький что-нибудь такое. Я... что-то у меня такое громкое было. И Левитан объявляет. Сегодня подписан мир, мирный договор. Война окончена. Поздравляю. За последние годы акцию «Бессмертный полк» подхватили не только во всех уголках нашей необъятной Родины, но и за ее пределами. Люди выходят с портретами в руках, чтобы пройти этот путь вместе со своими героями. С теми, кто отстаивал рубежи Отечества в годы Великой Отечественной войны. Главное это просто не забывать. Сейчас, сегодняшняя политическая ситуация очень неоднозначная. И существует множество мнений. Вот мой дед, второй украинский фронт, как раз таки украинский фронт. Это вот лично мое, мои переживания, моих предков. Это для каждого очень важно, для каждого человека. Это мой дедушка, прапрадедушка. Я его, конечно, не видела, но у меня есть прадедушка. Я его видела, он у меня художник. А тот дедушка у меня был, радист, стрелок, он летал на самолете. В культурно-досуговом центре молодежной к шествию готовы. Кто-то понесет в руках портрет своего прадедушки, а кто-то уже и прапрадедушки. Время не стоит на месте. Меняются поколения, но неизменным остается память о героях. И очень хотелось, чтобы эта молодежь, которая завтра пойдет в армию, чтобы они знания и несли достойно то, что передали нам отцы и деды. Никто не забыт, ничто не забыто. С портретов смотрят на нас те, кто ушел, но оставил мир на земле. Потомки сохранят в веках имена простых солдат, героев времен Великой Отечественной войны. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.